Скульптура в садах и парках XVIII века была весьма и весьма популярна. Поэтому она присутствует и в Гатчинском парке. А что за скульптура присутствует в Гатчинском парке? Как она здесь оказалась? Какая это скульптура? Сейчас все подробно расскажет хранитель фонда скульптуры в музее-заповеднике Гатчина, старший научный сотрудник Инна Петровна Беляева. Это онлайн с хранителем. Мы находимся с вами в Нижнем Голландском саду Гатчинского дворцового парка. История возникновения этого сада связана с именем великого князя Павла Петровича, сына Екатерины II. Путешествуя по Западной Европе и посещая известные и популярные места, исторические места Западной Европы, в том числе посетив резиденции представителей правящих домов Западной Европы, Павел Петрович наблюдал новые сады для себя интересные и новшества, которые применялись в архитектуре и в создании садово-парковых ландшафтов. И, конечно же, большое впечатление на Павла Петровича произвели сады Шантии. Элементы из этих садов можно найти у нас в Гатчинском парке. Вот одним из таких элементов – это барочный голландский сад, где мы с вами сейчас, в принципе, и находимся. Не только растительное украшение парка, цветы, высаженные в рабатках, отдельно стоящие кусты, которые в катках выставлялись деревья, но и скульптура была характерна для украшения таких садов. Нам исторически известно несколько счетов, подписанных Павлом Петровичем. Один из счетов был подписан 26 января 1799 года оплатить господину Бренне за скульптуру гатчинскую 8600 рублей серебром. И перечислена была скульптура. В счете было указано, что скульптура для нового сада. Новый сад – это не что иное, как строящийся голландский сад. Из тех скульптур, которые были оплачены, это два мраморных льва, скульптура с Амазонки, копия с Капитолийской, Минерва и Марс. Также были указаны еще две гермы больше человеческого роста. 8600 рублей – это екатерининскими деньгами. Это же почему скульптура могла так много стоить? Это итальянская скульптура. Вероятнее всего, она была привезена именно из Италии. Это итальянский карарский мрамор. На мой взгляд, еще имеет значение и размер. Почти вся скульптура была именно парковая, и ее размер был больше натурального, как указано. Следовательно, больше человеческого роста. Это большие затраты, тяжелые вещи, доставка, изготовление. И вполне возможно, именно поэтому и такая большая цена за них. Сад голландский. Увидел, Павел, такие сады во Франции. Скульптура итальянская. Это просто какой-то интернационал 18 века получается. В принципе, Николаевы правы. Все искусство многоинтернациональное. Французские сады. Известные Андре Ленотр, который создал сады. Вот эти голландские, которые он, Павел Петрович, великий князь Павел Петрович, видел в Шантии. Привнесены в Санкт-Петербург, в Россию. А скульптура итальянская. Скорее всего, вариант, могу только предложить, камень с татуарный мрамор, хорошего качества, именно был итальянский. Что мы знаем о мастере, который изготовил эти скульптуры? Мастера мы можем сказать о мастерской Карло Альпачини. Итальянского мастера, работавшего в Риме. Мы можем говорить о скульптуре Амазонки, Марса и Минервы нашей Афины, как мы ее сейчас называем. Так как у нас сохранились фотографии конца 19 века, начала 20-го, где известно, каким образом они стоят, под каким углом, куда развернуты, как повернуты. А вот где остальные 8 скульптур с пьедесталами, общее количество, точнее 8 скульптур, мы сказать пока не можем. Известны только расходные счета и счета на содержание и уход по парку, где вот за голландскими садами, за террасой и нижним голландским садом, указано 8 скульптур с пьедесталами, сколько стоит содержание в год. Это 1852 года счет. И фактически указание на 8 скульптур до второй половины 19 века. Потом мы видим на фотографиях только 3 скульптуры. Мы знаем, что скульптура сатира, которая находится в дальнем углу, так скажем, сада, появилась после 1828 года. Ее переместили с парка Сильвии. Также документы говорят о том, что в принципе скульптура страдала. Страдала не только от климатических условий и была подвержена разрушению дождем, всевозможными мхами, потому что в описаниях идет, что скульптура почернела, надо почистить. Но она и страдала от актов, так скажем, как сейчас принято говорить, вандализма. То есть есть описание, что отколот лук, скломаны руки. Смотритель парка, обходя парк, рапорт пишет о том, что у Афины отбита кисть руки. То есть есть такие утраты фрагментов скульптуры еще с царских времен. То есть это не только наша болезнь. А в это время кто ломал? Царские дети? В парк можно было пройти. Кроме собственного сада, есть разрешение и есть запреты на проезд, допустим, осенью и весной. Когда были сложные погодные условия, в парк въезжать было запрещено, чтобы не разбивать дорожки. То есть в принципе в парке можно было находиться. Конечно, проходили расследования, кто же нанес ущерб, но я пока не видела, чтобы нашли. В документах было указано, что, допустим, крестьянин такой-то или унтер-офицер. Ну или великий князь какой-нибудь. Ну, в великий князь скорее есть упоминание, что проходя по длинному острову ваза разбита. Но это начало 20 века. Это к чему мы с вами говорим, Николай? О том, что предметы вошли в музейный фонд уже травмированными. Их необходимо было реставрировать. Мало того, что исторический момент, когда ломали предметы, но и война Великая Отечественная также оказала огромное влияние на сохранность скульптуры. Скульптура тяжелая, большая, поэтому она не эвакуируется. Она захоранивается на территории парка. Были определены места, где она захоронена, но это не гарантия, что туда не попадет бомба или снаряд. Либо же не пострадает от воды грунтовых вод. Перед войной сделали ящики. Иногда ее просто заворачивали в мешковину и закапывали. То есть это мокрый компресс к мрамору. Промерзание зимой. Вы прекрасно знаете, что это 1941 год началось все. А только в январе 1944 начались освобождения и скульптуру вынимали из земли. То есть за несколько лет могло случиться все, что угодно. Оно и случилось. И полировка сошла, и по реставрационным швам вещи разошлись. То есть большие реставрационные работы по парковой скульптуре, в том числе и скульптуре голландских садов, были проведены реставратором Крестовским, начиная с 1945 года. То есть в 1945-1946 годы была одна из крупнейших таких реставрационных эпопей послевоенная с сохранением нашей скульптуры. Инна Петровна, а вот сейчас в наши дни сколько статуй и что это за статуи мы видим в Голландском саду и на террасе? Сейчас в Голландском саду выставлено три скульптуры. Это, как я сказала, сатир, который располагался здесь с 1828 года. Скульптура Марса, Амазонка. И на террасе Голландского сада вверху у нас верхний так называемый Голландский сад. Это Минерва, но сейчас по документам она у нас Афина. В принципе, у нас получается четыре скульптуры, которые мы экспонируем. Но с 2014 года в парке установлены копии. Они выглядят свежо, потому что это копии с оригиналов. Вот знаете, сейчас вот услышав слово копии, некоторые из тех, кто нас смотрит, могут сказать, ну вот копии, там оригиналы куда-то забрали, не сохранили, испортили, утратили. Ну, мы все знаем эти претензии. Но все-таки копия с мраморной статуей, это хорошо или плохо? Копия, на мой взгляд, это один из способов сохранения оригинала. Это необходимость, жизненная необходимость сейчас, особенно на открытом воздухе в парке. Ситуация следующая. Мы забываем о том, что окружающая среда, в том числе и мхи, водоросли, лишайники, которые живут в природе, которые живут на деревьях, они также активно заползают и распространяются по камню. Они спокойно тут живут и размножаются. И следы их жизнедеятельности разрушают камень. То есть, начиная с конца XVIII века, предметы страдали под действием и людей, и, следовательно, во все вот эти трещинки, подклеенные предметы, также спокойно заселялись мхи, водоросли, которые с продуктами своей жизнедеятельности дальше ломали камень. Чтобы не произошло вот таких изменений, необходимо защитить памятник. Мы его не можем загнать. Были попытки создавания пластиковых коробов над такими предметами. Это были в Подмосковье попытки в парках так сохранить, и скамейки мраморные накрывались первым оргстеклом. Но результата это не давало. Поэтому, на мой взгляд, сейчас пока единственный способ спасти оригинал, при этом не нарушив ландшафт и ощущения от парка, это поставить копии, максимально приближенные, повторенные к оригиналам. А насколько вот эти копии приближены к оригиналам или отличаются от них? Это стопроцентное повторение, потому что есть несколько способов создания копий, контактные и бесконтактные. Бесконтактным считается это лазерное сканирование, создание 3D-моделей, и потом по ней уже изготовление, с помощью лазеров, копии в натуральном камне. А есть вариант, которым использовали мы, это контактный способ. То есть с оригинала снимается форма, и уже в эту форму отливается предмет. Отливка происходит из композитных материалов. Это мраморная крошка и двухкомпозитные смолы. В принципе, это, как принято называть, искусственный мрамор, искусственный камень. Он немного легче из-за смол, получается, чем натуральный камень. Но это все-таки композит. Это составной материал, в принципе, очень сложный. Он, получается, мы говорим, формовка. То есть, когда снимается форма, создается этот кожух, который потом набивается составом мраморной крошки, смешанной со смолой и реактивами специальными. Заполняется форма. Потом форма соединяется, доливаются материалы, опять же, те же смешанные мраморные крошки. И все это закрывается. И начинается химическая реакция. Формы скрепляются специальными винтами, потому что химическая реакция происходит очень активная. С большой температурой, с высокой температурой. Под воздействием вот этих температур происходит сплавка. Мраморные крошки и композитные смолы, и получается вот такой монолит. Он тоже, как и камень, крошится. Он также получается проницаем. Он может впитывать влагу не сильно. Ну, как и мрамор, который, если вы его, не дай боже, покрасите маркером, он в состоянии втянуть в себя верхний слой немножко вот этого цвета. То есть это он максимально имитирует натуральный камень. Максимальная имитация. Мы для того, чтобы создать имитацию нашей скульптуры, именно нашей, которой мы копировали, мы даже когда принимали вещи, у нас стояла копия и стоял оригинал рядышком. В размере мы, конечно, попадаем. Там размер буквально отличия меньше, чем 1% усадка материала происходит. Мы проверяли, потому что просили мастеров максимально точно повторить прожилки по нашему мрамору. Даже вот на нашей амазонке с обратной стороны пенька, который стоит у ее ног и щит, там идет серая прожилка. Вот эту прожилку также повторили. Чтобы у людей не создавалось ощущение пластиковых фигур, разбросанных по парку, поставленных. А чтобы мы максимально повторили и создали у вас посетителей ощущение камня настоящего. Это не обман. Это попытка спасти оригинал. Ситуация в том, что даже после послевоенной реставрации за длительный период времени произошли опять же утраты. У Афины были сбиты обе руки. У Амазонки лук был утрачен, кисть руки. То есть произошли изменения. Сатир так и не был отреставрирован. От него после войны остался только один торс. Амазонку, Афину мы смогли найти прямые аналоги. И благодаря имени мастера, в чьей мастерской был куплены предметы, в данном случае это Карло Алпачини, мы смогли, как говорится, найти аналоги и вещи восстановить. Мы даже, когда занимались реставрацией нашей скульптуры, обращались в Мадрид, где в музее находятся две скульптуры. Они небольшого размера. Это Афина и Амазонка. Работы Карло Алпачини. И используя эти скульптуры, фотографии с них коллеги нам дали возможность сфотографировать. Реставраторы, когда реставрировали скульптуру, для того, чтобы снять копию, предмет должен быть максимально целый. А вот с сатиром были проведены огромнейшие исследования. Были найдены фотографии довоенные. Были найдены и живописные работы, в частности, зарисовки ланцере, голландских садов с верхней террасы. И вот в результате вот таких больших исследований были предприняты реставрационные работы. И уже с восстановленной скульптуры были сняты копии. И она, копия была выполнена, отлита и установлена в парке. То есть сатиром мы восстанавливали фактически с торса. Только с торса. Ни рук, ни головы, ни столбика, ни пьедестала. Ничего не было. Спасибо огромное реставраторам. Реставраторы Русского музея. Топоркова Белла Петровна, Олег Иванов, Павел Лазарев, Алексей Боруздин. Вот эта группа четырех основные работы. Там были и Анна Казанова, еще было несколько сотрудников. Допустим, сатира, основные работы были выполнены Олегом Ивановым. Над Афиной работал и Павел Лазарев, и Белла Петровна. То есть вот это реставраторы Русского музея. Это их работа, их подвиг из всей этой группы, ныне здравствующим. Осталось с собой несколько человек. Белла Петровна скончалась, так же, как и Павел Лазарев и Олег Иванов. То есть сатира фактически одна из последних работ, которые были сделаны для Гатчины вот этими вот тремя скульпторами-реставраторами. С копиями все понятно. Где сейчас оригиналы, подлинники? Оригиналы находятся в дворце Афина и Сатир с Марсом. Они на нижней лестничной площадке медвежьей лестницы арсенального кары. А Амазонка выставлена в входной зоне Гатчинского дворца. Стоит скульптура на своем родном пьедестале из пудовского камня. Стоит Амазонка в закрытом, так скажем, максимально обезопасенном месте, где нормальные климатические условия, температурно-влажностный режим. Нет возможности, так скажем, причинить ей вред. Вы видите эту скульптуру спокойно. Здесь копии, во дворце оригинал. Все могут видеть оригинал 18 века. Здесь еще, Инна Петровна, я напомню, что и остальные скульптуры также можно увидеть на медвежьей лестнице. Кто приходит в Гатчинский дворец на концерт или другие мероприятия, их, в общем-то, тоже могут видеть. Они их видят. То есть мы ничего не скрыли, ничего не спрятали, не закрыли навечно в фондах. Мы дали возможность посетителям видеть и оригинал, и использовать в парке копию. Именно для того, чтобы цель была. Цель – сохранить оригинальную скульптуру. Мы ее сохранили. Это, конечно, великое противостояние сейчас возникает. Надо ли копировать скульптуру? Надо ли ставить копии? Надо ли делать копии? Вот лучше пусть стоят оригиналы, но, знаете, все-таки это очень спорный вопрос. Все-таки лучше сохранить оригинал для последующих поколений. Мы приглашаем вас посетить наш парк, получить огромное удовольствие от великолепно выполненной работы. Спасибо вам огромное. Великолепный рассказ, очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Ответы на самые интересные из них прозвучат в следующих выпусках онлайн с хранителем. Ирина Петровна, спасибо огромное. Всего доброго.